Шокирующей жестокостью поступок совершили неизвестные в гаражном кооперативе возле автодороги Меридиан. Живодеры живьем сожгли трех бездомных собак, предварительно заколотив их в конуре. И вот что осталось от малыша, ой, от этого щеночка по кличке Малыш, ему было отроду 2-2,5 месяца. Местные жители написали заявление в полицию, но злоумышленников так и не нашли. А в Златоусте мужчины в форме сотрудников муниципальной полиции убили домашнего пса на глазах его хозяйки. Там моя собака. Вы сейчас. Я вам еще раз сначала объясняю. Челка моя. Это моя умка. Убили. Местные жители полагают, что это были докхантеры. Подобная история произошла на улице Воровского. На глазах очевидца человек в камуфляже выстрелил из ружья в бродячую собаку. Молодой парень вышел с винтовкой, видел, что я снимала. Он видел, что я в положении. Человека ничего не напугало. Он встал и начал стрелять. Собака убежала. Я даже, если честно, не знаю, ранена она попала. А в Ленинском районе неизвестные отравили двух породистых псов на территории частного дома. Заводчица собак заподозрила в преступлении свою соседку. Яд мою собаку. Зачем кидаете? Яд. Чокнула, что ли? Я не чокнула, кстати, серьезно. Какой яд не кидает? Совсем ужасно. Ну вот ты мне скажи, какой. Я ничего не кидаю. А кто кидает? Откуда я знаю? Владелица погибших от крысиного яда псов обратилась в полицию. Стоит отметить, стоимость собак была более 150 тысяч рублей. В тракторозаводском районе живодеры выбросили в мусорный бак четырех новорожденных щенков. От смерти животных спасли зоозащитники. На 10 дней нам пришлось всей семьей поселиться здесь на работе, потому что их надо было кормить каждые 2-3 часа, кормить, мыть, стирать пеленки, как новорожденным. Вот сейчас им уже месяц. В итоге все щенки обрели новых хозяев. Кстати, одного из них приютил сотрудник 31 канала. У нас, конечно, раньше была собака, она прожила с нами 16 лет, и 5 лет назад она трагически погибла под колесами машины. Ну, а тут увидел вот эту вот прелесть, ну, просто, ну, сердце не выдержало, как можно таких вообще выбрасывать. Подобный случай произошел на трассе в районе поселка Трубны. Кто-то выбросил в придорожный туалет семерых щенков. Глава, вытаскивай его. Из ловушки собак спасли неравнодушные люди, которые случайно проезжали мимо. А вот в центральном районе от рук живодеров пострадали несколько кошек. Мужчины заталкивали бездомных усатых в мешок, а после убивали их ударом о стену дома. В жестокой расправе над кошками местные обвинили свою соседку, которая и вызвала спецслужбу. Но женщина уверена, все сделала правильно. По мнению дамы, от животных в ее квартире завелись клопы. В данный момент их сейчас нет, я что могу сделать, они же не стаями живут, они прыгают. Девушка, я бы с удовольствием уехала. Господи, покажите, пожалуйста. Но я сейчас не могу покажите. Диксируйте их в травпункте. Только что, только что, только что я себя чесала. На улице Петра Сумина из-за семейной ссоры с супругой мужчина выбросил с девятого этажа двух ее котов. Оба усатых погибли. В отношении живодера возбудили уголовное дело. В Троицке неизвестный пронзил стрелой бродячего кота. Усатому сделали операцию, но спасти его не удалось. А это кадры спасения кота в Златоусте. Животное залезло под машину погреться, но за ночь лапы усатого намертво вмерзли в лед. В итоге с помощью горячей воды кота освободили из природной ловушки. Сейчас он абсолютно здоров. А в Озерске помощь потребовалась летучая мышь, которая случайно пробралась в квартиру местной жительницы. Хозяйка жилища самостоятельно вынесла незваную гостью из квартиры и отпустила на волю. Лисы все чаще стали выходить к людям в городах. Так в Озерске очевидцы повстречали плутовку с котенком в зубах. А в другой части города мужчина отважился покормить животное с рук. Лисенок. Где он еще котенка держит? С экзотическими животными на дороге в Магнитогорске столкнулись автомобилисты. А в центре города был замечен дикий кабан. Чтобы поймать животное, специалистам потребовалось сделать четыре выстрела со снотворным. После того, как вепрь уснул, его вывезли в лес и отпустили. А в Троицке лошадиный табун затруднил проезд водителям. Одной из кобыл, видимо, приглянулся автомобиль очевидца, и лошадь решила его погладить. Елена Абросимова, 31 канал.